привет я свекла арт и сегодня с вами нарисуем зимний пейсаж направлено наше рисование будет на изучение того как один цвет зажигает 2 зажигает это конечно переносном смысле слова но мы сегодня убедимся в том как два цвета которые расположены против противоположно на цветовом круге друг друга усиливают я взяла фотореференс вот такой но он будет в общем то условный я буду опираться лишь частично на него будет изображаться небо голубое голубая поляна и домик вот как раз таки цвет домика будет прям хорошо сиять на фоне нашего снега также снег чтобы он получился живой не просто голубой осветящийся мы также будем использовать принцип от этих двух цветов расположенных друг напротив друга на цветовом круге такие цвета надо сказать называются комплиментарные они будто комплимент друг другу делают когда когда находятся рядышком когда мы берем два противоположных цвета на цветовом круге и ты на два цвета будут усиливать друг друга начинаю я свою работу кстати говоря на хлопковой бумаге с ее увлажнения буду писать сейчас небо и поляну и как ни странно начну именно не синего а с такого желтоватого оттенка здесь я буду принимать применять этот принцип комплиментарных цветов возьму желтые синие они усилят друг друга полянка будет светиться и сиять поэтому сейчас я желтой охры наношу вот такие мазочки добавляю слегка розовая карминовая и показываю такие всполохи моего рассвета либо заката кто что увидит здесь а уже после этого не дожидаясь просыхания буду наносить голубой который собственно немножечко и смешается с моими желтоватыми всполохами даст такой красивый плавный перелив однако при этом два цвета желтый и синий находясь по соседству усилят друг друга в роли синего у меня сегодня выступают два цвета это голубая и ультрамарина от невской палитры начинаю небо я с голубой ладно ввожу немножечко ультрамарина он делает цвет более теплым и этот уже более теплый и более прозрачный наполненный большим количеством воды цвет плавно сольется с моими желто-розовыми всполохами а вот смотрите благодаря тому что я сейчас работаю не прерываясь в один прием практически у меня не успевает просохнуть лист я довожу до края мое небо и она практически переливается в желтый цвет поляна то есть не получается четкой границы сейчас поляна пока не буду трогать а вот с небом завершу работу там где у меня синяя зашла на те участки где и не надо быть например это деревья в домик пока лист еще влажный я влажный отжатой кисточкой могу цвет лишним брать прямо промокнуть и он уйдет влажный отжатой кисточкой могу цвет еще один из литровых и влажный отжатой кисточкой могу цвет влажный отжатой кисточкой ну а сейчас моя бумага уже начала подсыхать поэтому я прервусь не буду больше работать пока с небом и с полем и поработаю с домиком изображу его крышу на фоне всего она смотрится такой синеватой я взяла ультрамарин и смешала с уже моим замесом из охры и карминовой получился такой слегка слегка фиолетовый цвет и им именно показываю крышу домика таким же самым замесом ультрамарин охра и карминова я показываю дальний холм который не на нас нашей полянке освещенный солнце где-то там далеки уже в закатном солнце ну а сейчас время волшебства я взяла в брюки белый восковой детский мелок а я его заточила чтобы он был более-менее такой остренький и им прямо по нарисованной светлой полянки я провожу линии моей дороги что он дает это мелок сейчас меня в роли маскирующая жидкость можно конечно маскировкой сделать мне было проще на мелком потому что под ним уже мне не придется ничего закрашивать посмотрите сейчас я опять увлажнила поляну и работая синий синим цветом опять же беру голубую ультрамарин я провожу от места где мелок прошелся остаются нетронутыми то есть вот это вот белизна которая мне нужна она остается чтобы цвет был более интересный кое-где я добавляю также розовый либо можно добавить немного фиолетового вниз можно добавить более насыщенного темного синего это индон треновый синий синий или например индиго но мне хватает моих ультрамарина и голубой получается вот такой вот такая градация синего там где заканчивается белая линия следа дороги можно немножечко оттенить ее то есть прямо под белым немного сделать более темно-синего в общем то можно сказать что работа над поляна и небом закончена посмотрите уже как здорово сияет синий в компании с желтым как как раз таки в компании комплементарного ему цвета сейчас давайте поработаем с домиком домик у меня будет такого красно-коричневого цвета для него я выбираю жженую умбру можно добавить немного индийской красной в общем здесь поле для экспериментов пожалуйста лишь бы он не был слишком таким кричащим я думаю в сторону коричневатого и либо даже можно добавить вот этого розового который был в закате он будет тогда смотреться в работе гармонично я работаю по сухому сейчас кое-где оставляю светлые участки для окошек остальное заливая таким цветом и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такой получился пейзаж незамысловатый Минимум деталей, максимум цвета И за счет вот этой игры Комплементарных цветов Пейзаж получился живой и светящийся Надеюсь, сегодняшний мастер-класс Оказался вам полезным Вдохновение вам и успешного творчества.